всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь вам показать парочку странных бутербродов от испанского шеф-повара хотя может это не от испанского может он самый где-то их подцепил у французов каких-нибудь например я не спрашивал я к слову сам сказать первый раз таки бутерброды готовлю они меня заинтересовали в первую очередь тем что я не смог представить себе это вкусовое сочетание хочу порекомендовать вам канал нашего товарища кулинара фартук тв на канале вы увидите подробные рецепты приготовления вкуснейших блюд разного направления кроме того автор делится различными секретами которые облегчают работу на кухне и делает приготовление еды более удобным и приятным заходите подписывайтесь на канал ссылка находится в описании короче для этого эксперимента нам понадобится парочка небольших багетов можно большие взять инжир авокадо сыр с плесенью я взял ракфор вот такой салат лучше подойдет какой-нибудь крес салат немного оливкового масла это для первого бутера для второго куриная грудка несколько мелких картофелин опять же сыр с плесенью немного молока одна мелкая луковица лучше шалот чили перец опять же салат такой же клюква или клюквенный соус или брусничный короче того кисло-сладкий ну например такой какой в икее подают поехали а начну сварки сюда отправляется картошка а сюда куриная грудка без кости сразу посолить лавровый лист и перец черный подавляющее большинство тех кто не любит вареную куриную грудку всю жизнь давится безбожно переваренной в интернете какие-то бредовые рекомендации по варке в течение 20 минут слушайте это при том что в 99 случаях и ста вы варите грудку бройлера не надо делать глупостей положили в холодную воду довели до кипения проварили при слабом кипении три минуты три минуты нагрев выключили крышкой накрыли и оставили и остывать в этой кастрюле на 20 30 минут и все она прекрасно доварится и при этом останется сочной дай и не надо водить грудку на кости ну никакого смысла в этом нет займусь пока десертным бутером для него мне понадобится спелый авокадо косточку извлечь мякоть приложить какой-нибудь блендер туда же немного салата чуть-чуть соли немного перца и чуть-чуть оливкового масла и пожужжать до кремообразного состояния отлично стоит в холодильнике пока а я займусь нарезкой инжира есть его просто так сам по себе я не люблю он слишком сладкий на мой вкус а в составе какого-нибудь десерта или с каким-нибудь таким кисломятным таким легким освежающим соусом почему бы и нет нарезать надо и такими шайбами спелый инжир очень мягкий поэтому заранее заботьтесь заточкой ножа ну собственно будет уже можно собирать но сначала картошку надо вытащить она уже сварилась нарезать на половинки и положить клюквенный соус если у вас готового нет то приготовить очень просто и свежий даже из замороженной клюквы сложить его в кастрюльку долейте воды так чтобы половина слой ягоды занимала вода ну то есть вот слой ягоды допустим да вот так вот слой воды получился загребете посмотрите доведите до кипения поварите минут десять так чтобы ягода полопалась выключаете огонь добавляйте сахар по вкусу вилкой разомните все соус готов однако вернемся к нашим баранам картошка пусть пока полежит а я таки соберу бутеры сначала идет оригинальный гукамоле можно было бы наверное лимонного сока или сока лайма добавить но сначала так попробуем теперь уже инжир и ракфор опять инжир и опять ракфор и немного салата чтобы легче было познать что в составу гукамоле кроме собственно на самого авокадо входит вот так один бутер готов назову его десертный а я вернусь к первому сначала соус надо сделать чили перец избавлю от семечек и нарезать относительно мелко количество перца зависит его остроты бывает такое что от маленького кусочка ду захватывает а бывает такое что резко с его а он совсем не устри теперь также мелко луковицу кубиком в маленькую сковороду накрошить сыра и к нему лук с перцем и молоко и прогреть чтобы сыр полностью растворился масса стала однородной перец отдал свою остроту а лук потерял свою горечь кстати варка лука в молоке очень классно ароматизирует это самое молоко я регулярный прием использую те кто регулярно смотрит канал знает когда ароматизирую молоко для бешамеля попробуйте это очень вкусно можно выключать нагрев вот такой соус супер займусь кур грудью смотрите внимательно она полностью сварилась и при этом очень сочная так ну что сборка второго странного бутера сначала салат затем картошку супину соусом затем курятина и сам соус согласитесь очень такое необычное непривычное сочетание не могу себе представить как это будет по вкусу все вместе однако бутеры готовы но перед тем как их пробовать основные этапы готовки для тех кто все-таки решится попробовать это странное сочетание начну понятно с курицы правда не представляю как можно этот бутер приподнять но давайте так я по кусочку значит сначала курица в соусе и картошка в соусе вместе очень необычное сочетание я бы сказал что это наверное все таки не испанское сочетание это может быть какая-нибудь скандинавия хотя я по скандинавии сужу скорее по вкусам которые можно попробовать той же самой икеи на то есть клюквенно-брусничные соусы достаточно нейтральный продукт ну что куриная грудка она сама нейтрально по вкусу нейтральный вкус этой куриные грудки нейтральный вкус просто отваренной картошки и вот это сочетание такого вкусного вкусного сырного соуса может голубой сыр в сочетании с легкой остринкой хотелось конечно более острого перца здесь но не было сам он по себе солоноватый и вот это вот кисло-сладкость клюквенного соуса при сочетании с грудкой это неплохо правда есть конечно такой бутер неудобно все же сыпаться будет нужно плющить сверху верхняя половина багета и кусать ну в принципе бутерброды они такие свинская еда прямо скажем так второй бутер десертный тоже не представляет ну наверное все таки попробую так с краешку снова так извините за финста необычное сочетание ничего особенного в гуакамоле надо все таки наверное добавить лимонного сока ну я бы добавил на вкус не знаю что там себе этот испанский шеф придумал я добавил лимонного сока чтобы он был не просто такой масляно нейтрально слегка с горчинкой горчинку кстати вот этот салат подает и кресолат вот но кислинки немножко не достает этому саму сфоре самый живу сладкий в качестве десерта ну может быть не знаю вот если первый бутер с куриной грудкой с картошкой мне прям вот зашел прям хорошо интересно я такой с удовольствием стрескал в кого там заведение то вот вот этому второму бутеру я бы удивился напишите свои впечатления может кто-то из вас попробует а может кто-то посоветует как изменить эти испанская непонятные рецепты на вкус более привычный большинству жителей постсоветского пространства так скажем ладно спасибо вам за компанию напоминаю что я пользуюсь ножами самура чего и вам могу смело порекомендовать советовать если вы будете их точить правильно не точеные ножи острыми не бывают если решитесь помните по промокоду фреска вас ждут при вас ждут приятные скидки огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты жду вас группе вконтакте делитесь своими рецептами результатом своих кулинарных трудов всем пока еще курочки наверно с картошечкой